Дорогие друзья, братья и сестры, приветствую всех любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня у нас молитвенное собрание. Мы пришли для того, чтобы послушать Слово Божие, поразмышлять о Нем, проверить свою жизнь и помолиться Господу. У нас есть много нужд, но есть много благодарности у нас, за что мы можем поблагодарить Бога. Желание сердца поговорить о воле Божьей в нашей жизни. Знаете, эта тема такая большая, и хотелось бы отметить хотя бы такие основные моменты. Я замечаю, когда мы молимся, мы бывает молимся, как обычно, и мы повторяем какие-то фразы, и бывает не каждый раз мы придаем значение, что мы говорим в молитве к Богу. Вот допустим, мы молимся, Господи, помоги исполнять волю Твою. И мы хотим исполнять волю Божию. А что для нас есть воля Божия? Задумываемся ли мы или нет? Вот мы можем перечислить какие-то моменты или вспомнить стихи из Библии, что есть воля Божия. Я же хочу волю Божию исполнять, и я еще прошу Бога, чтобы Он помог мне исполнить волю Божию. Но я же должен знать, что есть воля Божия. Хотелось бы немножко порассуждать. И вообще на эту мысль меня потолкнуло чтение Писания. Вот на этой неделе я читал о царях, четвертая книга царств, третья книга царств. Это такие истории потрясающие. Вот были цари, они совершали много дел в жизни, они предпринимали очень много решений, они издавали разные указы. И вот когда умер царь, сказано, он во всем угождал Богу. Или он не был угоден Богу. Или он угождал Богу, но кроме того или того. И вот мы с вами живем. Мы много о чем думаем. Мы много что говорим. Мы много что делаем. А действительно ли мы во всем ищем исполнение воли Божией? И вот, когда настанет наш час, перейти в вечность, а нас тоже Бог скажет, угодил Бог, угодил мне. Или он был угоден. Или может быть угоден кроме чего-то. Может быть, к сожалению, к большому сожалению, о ком-то Бог скажет, он был не угоден мне. Вот. И это очень заставляет нас переживать о том, чтобы нам действительно поступать по воле Божьей в нашей жизни. Вот есть у Бога воля Божья по отношению к нам. Воля Божья – это какое-то определенное Божье ожидание. То, что Бог ожидает от нас. То, что Бог хочет видеть в нас, как в своих детях. Вы знаете, когда я готовлюсь к проповеди, вот, немножко посекретничаю, я бывает и читаю, думаю, о чем проповедовать, и сам не один раз каюсь, прошу у Бога прощения. Бывает один раз, и другой раз, и третий раз. Вот смотришь, Слово Божье работает. И Слава Богу. И все-таки как важно, чтобы угождать Богу. Вот все-таки как-то больше познавать волю Божью. Хотелось бы отметить несколько мыслей. Почему очень важно знать волю Божью? Для чего нам нужно знать волю Божью? И первый текст, который хотелось бы прочитать, можно вместе открыть. Он записан в послании к Ефесянам, 4 глава, 14 текст. Ефесянам, 4 глава, 14 текст. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеком, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью, все возвращали в Того, Который есть глава Христос. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Братья и сестры, нам нужно знать волю Божию, чтобы нам не угодить на ложные пути». Для чего еще нужно знать волю Божию? Потому что только Бог знает наше будущее. В книге пророка Иеремии есть такой очень интересный стих, 29 глава, 11 стих. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, дабы дать вам будущность и надежду». Знаете, эти слова были сказаны в очень интересной обстановке. Народ израильский, он попал в плен, и там были пророки, а Господь до этого говорил, что в плену народ будет 70 лет. Иеремий Бог об этом говорил. И были пророки, которые говорили народу ложное, как бы от имени Бога, и говорили, что нет, мы возвратимся, мы сейчас немножко побудем, мы возвратимся. А Иеремий говорил, пусть они вас не смущают, ибо только Бог знает намерения. И Бог сказал, живите, стройте дома, садите виноградники, вы здесь будете жить 70 лет. Бог знал, и Бог определил что-то для народа своего. Братья и сестры, в нашей жизни Господь знает, что для нас лучше. И у Бога есть определенная воля, и очень важно понять волю Божию, понимать в своих делах, чтобы исполнять волю Божию в словах, в делах. Следующее, что хотелось бы отметить, у Бога есть план для человека. Вот у нас, как для детей Божьих, мы же вначале говорили, что есть какие-то определенные ожидания. Есть ожидания, есть какой-то план. Господь нам приготовил, Он заботится о наших детях, Он нам устраивает путь. Вот как родители заботятся о детях своих, они все дают, все необходимое, но у родителей есть какой-то план воспитания. Получится, не получится, но это уже дело родителей, вот, как у кого получается. Но у них есть какой-то план, они хотят вырастить из ребенка кого-то. У них есть какой-то план воспитания. У Бога есть план. И в Римлянам 12 главе сказано, «Не сообразуйтесь с веком всем, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы познавать, что есть воля, благая, угодная и совершенная». То есть Господь желает, чтобы мы преобразовались в Его образ, чтобы мы не сообразовались с этим миром, чтобы мы жили не по образу мира, а по образу Сына Божьего, чтобы мы познавали, и для того, чтобы мы познавали, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Говоря о воле Божией, конечно, здесь можно отметить несколько основных моментов. Что есть воля Божия для меня? Хотелось бы основные моменты отметить, можно еще другие какие-то моменты найти в Библии, но эти моменты – это то, о чем конкретно сказано в Слове Божьем. Что есть воля Божия? Можно вместе посмотреть. Это 1 Тимофею, 2 глава, 3-4 стих. 1 послание Тимофею, 2 глава, 3-4 стих. «Ибо это хорошо». Здесь сказано о том, чтобы мы совершали разные молитвы, апостол Павел говорит. И дальше сказано. «Ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Братья и сестры, Господь желает, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, чтобы мы познавали Иисуса Христа. Господь желает, чтобы каждый из нас, все, кто присутствует здесь, кто слушает, кто слышит Слово Божие в своей жизни, Господь желает спасти каждого человека. Господь ищет пути. Мы уперты, вот, бываем, не слушаемся гласа Божия, да, мы откладываем на потом, откладываем на завтра, но Господь желает, чтобы мы спаслись. Господь для этого сделал все необходимое. Господь отдал самое дорогое, Сына Своего отдал. Сына Своего отдал для того, чтобы мы имели жизнь вечную, для того, чтобы мы пребывали в Иисусе, для того, чтобы мы познали, что есть воля Божия, чтобы мы познавали истину, чтобы мы достигли познания истины. Второе, о чем сказано, воля Божия есть освящение. Это записано в 1 Фессалоникийцам, в 4 главе, в 3 стихе. И апостол Павел говорит, чтобы мы не были как язычники, которые живут во грехе, которые не помышляют о Боге. То есть, чтобы мы освящались в нашей жизни, чтобы мы пребывали в святости Божией. Здесь вспоминается стихи и откровения. Там сказано, святой да освящается еще. И бывает, когда мы рассуждаем, вот в молодежи с кем-то говорим, не все понимают этот стих. Ну как так? Если ты уже святой, зачем тебе еще освящаться? То есть, святой по призванию. Святой – это отделенный от мира или принадлежащий Богу. Вот ты, как дитё Божие, ты принадлежишь Богу, и Господь желает, чтобы ты освящался в своей жизни. То есть, святой да освящается еще. Это процесс нашей жизни. То есть, святой, принадлежащий Богу. Апостол Павел писал послание, святым и верным. И в то же время он писал, что нужно исправлять, в чем нужно как раз освящаться. Но писал он святым, то есть детям Божьим. Дети Божьи освященные, отделенные или принадлежащие Богу. Следующее, что хотелось бы отметить. Воля Божия есть радость, молитва, благодарение. Господь желает, чтобы мы радовались. Господь желает, чтобы мы непрестанно молились и за все благодарили. Давайте мы прочитаем. Это очень хорошо известный текст. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 16 стиха. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите. Ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Братья и сестры, здесь на каждый стих можно много рассуждать и целой проповедь, и не одну проповедь, но Господь призывает, чтобы мы радовались, чтобы мы за все благодарили, чтобы мы за все благодарили и непрестанно молились. Это есть воля Божия. Чтобы мы не роптали, но чтобы наоборот благодарили, чтобы мы общались с нашим Богом, с нашим Отцом. Господь это желает. Это есть воля Божия. Ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. У Господа есть желание, чтобы мы как дети, чтобы мы действительно искали общение с Богом. И также сказано о добрых делах. 1 Послание Петра, 2 глава, 15 стих. 1 Петра, 2 глава, 15 стих. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Там сказано в определенном контексте, но хотелось бы отметить вот эту только мысль. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству. Чтобы мы делали добро. Это и есть воля Божия. И когда мы просим, чтобы Бог помог исполнить волю Божию в жизни, нам нужно быть приготовлены к добрым делам, нам нужно пребывать в радости, нам нужно непрестанно молиться, освящение нам нужно. И также еще о чем хотелось бы, какой пункт хотелось бы отметить, это страдания во имя Иисуса. 1 Петра, 4, 19. И так страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю Души Своей, делая добро. Страждущие по воле Божией. Нам это непонятно бывает. Нам бывает больно переносить какие-то скорби, переживания. Но здесь Писание говорит, что страждущие по воле Божией. Для кого-то Господь допускает какие-то страдания. Для чего-то Господь допускает нам испытания. Потому что сам Иисус Христос, Он прошел путь испытаний, путь страданий, и Он отдал жизнь свою ради нас. И Он исполнил волю Божию, волю Отца Небесного. Братья и сестры, иногда Господь нам допускает страдания. И вот у нас есть тоже нужды, мы иногда молимся о страждущих по воле Божией. Если приходят испытания, конечно, легко говорить, когда все хорошо бывает в нашей жизни, да, но нужно вооружиться той мыслью, что это тоже определенный путь, предназначенный Господом. Для чего-то Господь допустил. На это есть воля Божия. Есть условия, которые нужно выполнять или иметь в виду, чтобы нам исполнять волю Божию. Хотелось бы просто отметить несколько пунктов. Это быть готовым исполнить волю Божию. Вот все-таки быть чутким и готовым, чтобы исполнять волю Божию. Господь желает, чтобы мы исполняли, но нужно приготовиться к тому, чтобы понять волю Божию и ее исполнять в жизни, то есть быть готовым. Читать, изучать Слово Божие. В Слове Божьем, конечно, очень много сказано о воле Божией. Господь говорит о своей воле, о своих определенных ожиданиях. И мы какие-то пункты уже перечислили, какие-то пункты еще. Где-то, может быть, не конкретно, но косвенно сказано о воле Божией. И мы понимаем это, мы признаем, и мы принимаем для себя, что мне нужно это исполнять в жизни. Дух Святой в нас проводит работу, когда мы читаем Слово Божие. Вот. Молиться, общение нужно для того, чтобы исполнять волю Божию. Ежедневно нам, ну, уже говорил об этом, да, ежедневно нужно принимать очень много решений. Вот мы принимаем очень много решений. И как нам, можем ли мы быть уверены, что находимся в воле Божией? Вот как нам определить, мы находимся в воле Божией? То есть мы готовы исполнять волю Божию, или мы исполняем? Хотелось бы прочитать, это последний текст будет, книгу притчей, третья глава, пятый-шестой текст. Книга притчей, третья глава, пятый-шестой текст. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Братья и сестры, когда нам нужно принимать какие-то решения, бывает очень непросто. Вот. И мы много переживаем. И первое, что приходит, это наши какие-то логические выводы. Вот нам кажется, что так правильно поступить, да? Мы, бывает, часто ошибаемся. Вот. И для этого нам нужно пребывать в воле Божьей, нам нужно искать волю Божьей, чтобы поступить правильно в том или ином случае. В каждом поступке есть определенные какие-то последствия потом. Или добрые, или, может быть, недобрые. Вот. И для этого здесь отмечено вот несколько таких моментов в книге притчи, в тексте, который мы прочитали, от всего сердца надейся и полагайся на Господа. Полагайся на Господа. Вот. Очень бывает трудно доверять нам Господу в каких-то вопросах. И я сам лично тоже испытывал много переживаний в своей жизни. Я понимаю, что нужно доверить этот вопрос к Богу, но вот есть что-то такое, вот тебе кажется, что сам справишься, вот вроде бы, вроде, кажется, что так правильно будет. А вот сказать от всего сердца, Господи, я доверяю этот вопрос тебе, помоги решить, направь мое сердце. Это бывает не всегда легко. Полагайся на Господа. Полагайся на Господа. То есть, Господь опора. Вот. Я уповать на Господа должен, да, если я полагаюсь на Господа, я на Него возложил, вот как бы, вот мою проблему, я возложил на Него. Господи, помоги мне. Вот. Я Тебе доверяю. Господь удивительно, бывает, решает. И Он даже, бывает, посылает ответы, вот. Ты даже не представлял, что так будет в жизни, да. Вот. И, может быть, ты по одному планировал, что придет ответ, Господь посылает ответ с другой стороны. То есть, очень важно полагаться на Господа для того, чтобы быть готовыми познать вот эту волю Божию. Второе. Не полагайся на разум Твой. Ну, о чем уже много говорили, чтобы нам не полагаться на разумство. Нам кажется вот логически. Или вот, допустим, мы в прошлый раз поступили так, и в этот раз себе поступлю так. А в этот раз, может быть, тоже мне помолиться, попросить у Бога ответ. Может быть, по-другому надо поступить. И третье. Познавай Господа. Вот мы говорили, что нам очень нужно для познания, это чтение Слова Божия, для того, чтобы познавать Господа, каков Господь, какие Его качества, что Господь желает от людей. Хотелось бы оставить такое пожелание. Еще раз прочитаю этот текст и будем молиться. «Надейся на Господа всем сердцем Твоим и не полагайся на разум Твой. Во всех путях Твоих познавай Его, и Он направит стези Твое». Да благословися Господь, помолимся. Аминь.